Ребята, всем привет! Сегодня мы снимаем выпуск по мотивам басни обезьяны и очки известного баснописца Крылова. Вот, приехали мы в Липке, это город Щербинка. Позвонили мне из доктора Ватсона, это оптика такая, в городе Щербинка находится, и сказали, что мне, Свете, да и Маше, наверное, могут подобрать очки. У тебя, Света, плохое зрение? Да, все уже об этом знают. Да? А что Света моргает постоянно? У нее линзы? У нее линзы, да. У меня нет ни линзов, ни очков. Ни линзов, ни очков. А очки где потеряла? В замке Гамлета в Дании, не знаю. Пошла смотреть, трогать водоросли, мне показалось, что это какие-то уникальные они. Ну, естественно, тынс. И улетели, что ли? Ну, конечно. Маша радуется этому льду. Так, это вот сюда получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели зрение проверить и очки себе сделать? Пожалуйста, можно сделать. Ситуация какая? Света очки потеряла, у меня зрение плохое, я его просто хочу проверить, что у меня там. Говорят, косоглазие у меня-то. Ну, я, кстати, никогда через аппарат не делала себе проверку зрения. Никогда? Да, только мне вот на таблице всегда мучили. А раньше какой был последний? Последний замер, по-моему, правый был минус два, левый полтора. Минус полтора. Хорошо. Ставьте, пожалуйста, сюда подбородок. Прижимайте лбом сюда. Так, и смотрим в центр. Мы будем сейчас проверять на японском аппарате. Называется авторефрактометр. Вот. Сейчас я наложу в центр зрачка и снимаю все параметры. Так, не мигаем, пожалуйста. Зрачок у вас сужается. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Все хорошо. Не шевелитесь. Все. Не мигаем. Видите красную точку? Угу. Орандио такое. Да, да, да. Четко? Нет. Сейчас чуть-чуть. Так, все, вы свободны. Все быстро, очень четко. Значит, правый глаз у вас 3,50. Ой, ужас какой-то. И левый 3,50 тоже. Одинаково стали? Да. А мы можем? Ну, я хочу сказать, что на правый глаз у вас цилиндр еще прибавился. Цилиндр. Ну, при миопеи такой бывает. То есть, нужно будет чуть-чуть увеличить. А что такое цилиндр? Я что-то набираю слышу. Ну, в очках применяется еще цилиндр, понимаете? Не только сфера, но прибавляется еще цилиндр для более четкого зрения, чтобы вы видели хорошо. А мы можем еще проверить на таблице? Конечно, обязательно. Потому что что-то я так это испугалась, что у меня 3,5. Это что значит? Ну, у меня было 2, а получается еще хуже стало. 3,5. Это вообще, мне кажется, это как кролик слепой. А вам, подождите, вам для чтения для чего вообще? Нет, мне нужно вдаль. Вот, например, пошла в театр смотреть, чтобы мне хоть что-то там видеть. Нет, ну, вдаль это для чтения у вас будет такое. А вдаль сделаем меньше. Да. В 2,2,75. Попробуем сейчас. Я думаю, что 2,75 для Даля это будет хорошо. На нос одела хоть и вы. Да. Ничего не вижу вообще. Ну, снимите, пожалуйста. Размыто все. Все размыто получается, да? Подбор очков, анализ занимает где-то 40 минут. 40 минут. Да. Может быть, чуть побольше. 40 минут. Меряем расстояние, да? Вручную еще уточняем расстояние ваше. Да, ну, сопадает с тем, что показал авторефрактометр. 62 было? Да, да, да. Вот смотрите, вот данные ваши. Вот смотрите, авторефрактометр вот определил расстояние РД 62 и то, что у вас на данный момент. Вам для того, чтобы определить зрение, нужно еще обязательно прокапать атропином и посмотреть зрачок под микроскопом, щелевой лампой и микроскопом. То есть получается, что есть такие случаи, которые нужно в поликлинике. Да, и в основном в поликлинику я отправляю тех, у кого зрение вот так очень сильно падает, и потом даже коррекции не поддается. То есть откорректировать невозможно. Это нужно капать атропином в течение трех дней, расширять зрачок и смотреть глазное дно, все-все-все смотреть. Это хорошо, что вы сейчас сказали, что поликлинику нужно, потому что вам же задача магазина продать же очки, да? Можно же продать и никуда не отправлять, сказать, что вот у вас... Да, конечно. Но у нас нет такой цели, чтобы как-то быстро-быстро взять деньги с людей, быстро им всучить очки. Вот, ну, у нас задачи такие, чтобы человек остался доволен. Вот, и самое главное не навредить. У нас есть знакомый Роман Бурлак, он когда автобусы подходят, он атаку делает. Ну, прищурки. Присаживайтесь. Побаиваюсь немного. Ну, да, все нормально. Тот глаз, который проверяем, моргнуть хочется и. Ну, это так всегда. Да, ну, небольшое у вас, да, есть. 0,25. Ну, тебе ишь, повезло. Да. Расстояние 74. Это все? Межзрачковое расстояние между центрами 74. А у меня 62. Это что, значит, и согласие? Ну, нет, нет, нет. Ничего у вас особенного нет, пока можно очки не носить. Видишь? Во! Круто! Да. А может зрение восстанавливаться? Потому что... Конечно. Если вот, смотрите, если носить очки Supervision, вот которые у нас на стенде, посмотрите, пожалуйста. Давайте. Они тренируют мышцы глаза. Вот. Вот, посмотрите. Угу. Более четко будете видеть в них. Ты на таблицу смотри. На таблицу. Да, таблица есть там. Нет, не на этой таблице. Ага, нет, а я в них хорошо вижу. Идите сюда, да. Вот снимите, снимите очки пока. Угу. Снимите, посмотрите сюда, какой вы текст здесь видите, самый мелкий. Ага, оденьте теперь. Ну-ка. Как? Лучше его видно? Да. Намного, да? Сразу? Да, да, да. Вот, фокусируется зрение, все. Акомодация тренируется, тренируется мышца глаза. Нет, у вас никакого косоглазения. А то мне сказали, что у меня после сотрясения косоглазие. Нет, нет, никакого косоглазия. Вот. Такое у вас нормальное. Немножко подкорректируют такими очками. Ага. Вот смотрите, можете выбрать у нас любые оправы. Угу. Вот. Готовые очки, пожалуйста. Но готовые очки не рекомендуем, потому что готовые очки медленно убивают глаз. Потому что межцентровые расстояния у каждого человека разные. Вот. И особенности лица, и посадки оправы, все это индивидуально. Поэтому очки, такие очки, только для коротковременного, допустим, вот какого-то применения. Зашел в магазин, посмотрел, снял, все. Или вот не видишь автобус, посмотрел, значит, номер автобуса, увидел и снял. Тут, ну, просто вот для экстренных каких-то случаев. У тебя, видишь, широкое лицо. Очень хорошо. Ну, замечательно. Нет, я похож на дядю Андрея Чикатило. Ой, уже. Ну, за пример. Жень, тут у него еще треснутые эти степки. Такие очки носит Малахов, пожалуйста. Да, кстати, точно. Да. Я и говорю, хипстеры. Во! Да. Точно. Замечательно. Точно. Вылитый дядя Андрея Чикатило. Ну, пожалуйста, проходите. Так, а можно в это зеркало? Да. Любое можете посмотреть. Где-то. Вот, а мне нравится. Может быть, действительно. Да. Ну, мы вам подарим. А не получается без этого? Сейчас без простые стекла, да? Да. А простое пластиковое стекло стоит без диоптрии. Вот, берете, выбираете оправу. Мы потом подбираем под ваши параметры сюда, значит, сферы стекло со сферой, диопрями ставим. Вот, и потом же вы применяете их. Нет, ну так-то поумнее стал выглядеть. А подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь очки покупает без линз, вот как я, например, чтобы просто модничать в очках? Да. Для имиджа люди берут и очень активно, кстати. Даже молодые люди приходят и берут. Мне же больше доверять начнутся, скажем. Да, конечно. Больше донат скидывать будут в этом настреле. Конечно, конечно. И вы такой импозантный мужчина сразу в очках. Да. Нет, это я еще в спортивной одежде, если с галстук одену. В галстук одените и будешь неотразим. Да. Похудею еще чуть-чуть. Известная фирма Райбан. Мне здесь чем понравилось? Тем, что я, во-первых, узнал про свое зрение. Это все равно, что узнать про группу крови. Еще бы вы группу крови здесь уточняли бы, это точно. Потому что всегда в беседе там, а у тебя какое зрение? Да я не знаю. Ну так, вижу там автобусы. Ну да. Во-первых, с вниманием отнеслись, сказали, что мы здесь это не делаем, идите в поликлинику. Да. И самое главное, что для Юга Москвы это самое верное решение. Почему? Потому что от метро Южный садитесь на автобус 406-й же, да? И прямо выходите. 502-й. Да. И прямо на остановке Липки, вот он дом, и заруливаете, и все. Да. Никуда далеко ходить не надо, просто вышли, зашли, вам здесь быстро все сделали, показали, рассказали. И в принципе, потому что в Москве какая проблема? Найти хорошего специалиста и доступность. Да, да. Мы делаем очень быстро, очень быстро, четко все, люди все довольны. Я просто всю жизнь думала, почему меня так долго мучают в кабинете офтальмолога, что сначала мне так посмотрят, потом мне сяк посмотрят, потом мне скажут, нет, надо капать атропин. Теперь я поняла, почему мне надо капать атропин. Уже никто ничего не видит, что нужно какое-то особое отношение, что мне что-то там нужно, глаз смотреть внутри, вот это вот какая-то ерунистика. То есть вот, наконец-таки объяснили в оптике, в общем, кто это делает, потому что это особый случай у меня. Прошло 4 часа, наверное, с того момента, как мы уехали с юга Москвы. Сидим сейчас в европейском, но самое главное не это. Самое главное, что мы сходили на фильм «Чемпионы». В фильме три героя, это Хоркин, Карелин, и Света кто? Попов? Попов, что ты его забываешь? Я даже его и не знал. Так как я за Олимпиадой, вообще за спортивными мероприятиями редко слежу, для меня этот фильм, на меня он сильное впечатление произвел. Настолько сильное, что я когда вышел после кинотеатра, меня все переполняло, у меня эмоции, мне там, я не знаю, хотелось что-то совершить, куда-то там, я не знаю, бежать, что-то делать. Вот эти вот подвиги, да, там, Хоркиной, особенно Карелина, когда он там с ребром, с поврежденным вышел бороться, для меня это вообще, я вот до сих пор, может быть, слов не могу подобрать, чтобы описать. У тебя, Света, какие впечатления? У меня впечатление, двоякое впечатление у меня на самом деле, потому что сначала мне показалось, что он сильно сахарный, потому что чудо как-то вот, они начали, мне кажется, совсем вот просто, да, сильно по-простому. Я просто смотрела Олимпиады, которые там показывали, мне немножко не хватило, я могу так сказать. Про Попова, которого ты все время забываешь, я могу сказать так, что когда были эти Олимпиады, когда он просто реально был моим кумиром, и даже я раньше думала, что если у меня родится Су, я обязательно его назову, конечно, в честь Попова. Вот. А Машу назвали в честь кого? Марией Ульяновой? Нет, Маша у нас просто машинка красивая. Про Хворкину мне не хватило дерзкости характера, потому что она очень дерзкая, она очень жесткая, спортивно жесткая. И когда просто хорошо, что они вот этот момент показали, да, со снарядом, который поставили ниже на 5 сантиметров, она же устроила там реальный скандал. То есть почему бы этого не было показано? Зачем смягчать опять вот эти линии спортивные, да, которые почему-то Россия никогда не устраивает скандалы? Почему? Это нужно делать, потому что это сделано было специально, естественно. Вот. И тогда просто я это помню прекрасно, когда она подходила, била просто по снаряду, эти пудри в ее болтались. Это красиво было просто, даже красиво было на это смотреть. Почему этого не сделали в фильме? Но я опять же говорю, зачем вот эти какие-то лояльности, которые здесь абсолютно не нужны, потому что это действительно наши спортсмены, за которые надо зубы рвать, глотки рвать. Вот это мое мнение. И мне не хватило то, что все знают, что Хоркина даже на тренировку не выходит без косметики. То есть это вот такие ресницы, это вот такие губы. В фильме вообще не была сделана эта акция. Я считаю, что это ее, это ее фишка. И все как бы даже полупосмеиваясь, полу как бы там гордясь, об этом всегда говорили. Здесь этого не было. Я, кстати, вот когда узнала, что будет Асмус ее играть, я так, что к чему вообще. Ну, хорошо. Даже вот. Карелина, Карелина, хорошо паренек этот сыграл. Я так и не понял, но надо прочитать, кто его. В титрах, да, 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 да. Просто даже интересно поговорить, ну, как бы вообще прочитать про этот фильм. Почему выбраны вот эти три личности? Почему, например, они не сняли Немова? Афины 2004-х, я думаю, помню все болельщики, все абсолютно, что там произошло. Я считаю, что это очень круто. И почему не включили они Немова в этот фильм, я не знаю. Немова, видишь, с топ-камом недавно, конфликт у него был, видимо, из-за этого не было. Ну, наверное, включат следующий. Вот, я про то и говорю, что, наверное, сейчас, если они сейчас снимали летние виды спорта, может, они снимут зимние виды спорта. И там, я надеюсь, будет Ключенко и Легков. Легков, я не знаю, заслужен или нет. Своим шикарным стартом, да, Сочей. Но Ключенко там должен быть. Потому что у Ключенко, поскольку Олимпиад, все мы знаем, да, кто мне пишет там, плохой про Ключенко, в лодку рву за него. Потому что это великий спортсмен. Я сейчас его сразу банить буду. Нет, это просто великий спортсмен со штырями позвоночники. Делать то, что он делает, это просто поклон, уважение мое. И мне кажется, все страны должны быть. Это тоже надо пропагандировать. Так вот, я к тому, что серию таких фильмов и нужно запускать, и показывать их в школе показывать, в институте показывать, на производстве. Завод остановили там, в обеденный перерыв смотрим этот фильм, правильно? А потом про рабочих нужно снимать фильмы тоже. И тогда, мне кажется, жизнь наладится. Это я сейчас без всякой иронии говорю. Или без шуток. Ну, хотя, чуть-чуть шучу. Вот такой у нас был день, да. Конечно, хочу, подожди. Если меня прет, мне надо сказать. Ты просто говоришь, что Карелин с ребром боролся. Ты вспомнил Сайтива с перелом черепа. Он вышел в финал веков. Атланта, по-моему, да, была? Я не понял. То есть, вот. Вот я говорю, я говорю, почему выбрали вот этих трех? Почему выбрали классическую борьбу, а невольную? Почему Сайтива не знает? Короче, много вопросов, много пожеланий, предложений. В Парсане Киева в Чечен фильм какой-нибудь снимет обязательно, он же сейчас там. А мы едем домой. В принципе, снимать больше нечего сегодня. Сделали себе очки, посмотрели фильм. И такой, как бы, этот, как называется, шопоголизм, шопотерапия. И очень все на душе хорошо. Вот такие у нас семейные сегодня были прогулки. Маргаре подскажем. Всем пока!